Пятый канал представляет Устала? Как всегда. Ну, ты же знаешь, я счастливый человек. С утра я радуюсь тому, что я иду на работу, а вечером потому, что я с неё возвращаюсь. Кстати, а куда мы сейчас? Я думаю, что счастливому человеку пора поуже быть. Извини. Да, Алёна. Понял. Сейчас бегу. Занька, мне надо бежать срочно. Куда? Я потом объясню. Не обижайся, ладно? Беги, конечно. Тебя такси вызвать? Да не надо, я пешочком прогуляюсь. Беги, беги. До завтра. Дочка. Ширяева Ульяна. Вчера вечером позвонила мне. Сказала, что идёт домой. Не пришла. Вы ей звонили? Конечно. Всю ночь звонила и утром. Сначала трубку не брала. Потом телефон выключен. Давайте заявление. Так. Обычно идёт до дома через лесополосу. Ну и зачем ночью ходить через лесополосу? Полиция! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Дим. Девушка была убита колючей режущим предметом. Удар ей нанесли прямо в грудь. Ага. А когда? Когда? Где-то вчера вечером в районе 23 часов. Точное время я пока назвать не берусь. Ни телефона, ни документов. Ульяна! Так, гражданин Ширяев? Да. Садитесь, пожалуйста. Вам необходимо опознать тело. Это не моя дочка. Не Ульяна. Олежка, привет. Привет. Звонил? Что случилось? Звонил. У меня дело к тебе. Просьба на сто миллионов. Какая неожиданность? Ну, правда. Дело в том, что у Марины день рождения. Ну, я должна тебя сопровождать. Смелая фантазия. Не совсем так. Надо бы подарок какой-то ей подарить. Ну, поздравить. Ну, в конце концов, она мать моего ребенка, понимаешь? Вы знакомы. Наверняка ты что-то путное ей купишь, а я... Подожди. Ты хочешь, чтобы я купила Марине подарок? Ну, мне правда никогда. Помоги, пожалуйста. Да, с удовольствием. Правда? Да. Я тебя... Давай я побежала. Точно, да? Очень выручила. Дочка позвонила где-то в полу одиннадцатого. Сказала, что они с другом вышли из джаст-клуба. Он провожает ее домой. Что за друг? Максим. Как фамилия? Щербинин. А, нет. Щербаков. Ага. Они вместе работают. Так вы его знаете? Нет. Ни разу не видел. А Ульяна давно с ним дружит? Да кто их разберет? Где-то с весны не услышал. Понятно. Петр Дмитриевич, это как клуб называется? Странное название. Тринадцать. Угу. Они часто туда ходят. Да он тут, недалеко. В эту сторону листочка. Так, ну а где Дмитрий с Антоном? Лисополосу осматривают. Личность убитая никак не прояснилась. А ты не поверишь, красавица молчит. По базам пробили? Конечно, Андрей Борисович, пусто. Но я на всякий случай пробил семью девушки, пропавшей без вести. В первую очередь отца, который подал заявление. Значит, Ширяев Петр Дмитриевич, вдовец. Работает водителем автобуса. Ну и, собственно, дочь Ширяева Ульяна Петровна. Это его единственная дочь. Ей двадцать пять. Она работает реставратором памятников каменного зодчества. Ага. Ну а дружок Ульяны, который вызвался ее провожать до дома? Да, и до сих пор провожает. Щербаков Максим Романович. Значит, он работает в той же реставрационной мастерской, где работает Ульяна. Мы вышли из джаз-клуба и дальше пошли с Ульяной через лесок. Ага. В котором это было часу? Ну, около одиннадцати. И вы расстались? Ну да, на полпути поругались и дальше она пошла одна. Ага. Так, интересно. Вот давайте с этого места поподробнее. Вы поругались. Поругались. А это было в лесополосе? Ну да. Где-то недалеко от ее дома уже. А из-за чего поругались? Да ерунда. Она сказала, что ей концерт не понравился. Я сказал, что она ничего не понимает. Она вспылила, говорит, ну раз я дура, то все. Я тогда пошла. Ну и все, слово за слово. А вот это слово за слово, то что значит? Да что это может значить? Начали с концерта, а закончили тем, что все, расстаемся, я ухожу. Ушла. А вы чего не пошли за ней? Потому что бессмысленно, вы не знаете ее. А она просто дальше продолжила скандалить. Дурак я, надо было за ней пойти. Но вы же понимаете, что она не просто так до дома не дошла? Что с ней случилось что-то? Да мы-то понимаем. Я двадцать шестое, забил еще месяц назад. Я же тебе говорю, у меня клавишник уезжает. Ты можешь на один день войти в положение. Дорогой, у меня вся реклама заточена под двадцать шестое. Рекламу можно переиграть. Вот. С какой стати? У меня же там публика ждет. Какая публика? Полтора инвалида. Ну все, он тракт, мужчина. Здрасьте. Майор Шапошников. Здрасьте. Петровская РОВД. Я так понимаю, вы директор клуба, да? Рогозов Александр Викторович, так? Да, здравствуйте. Так, время еще есть, обсудим позже. Пойдем. Да иди ты! Администраторы двух коллективов нашу площадку поделить не могут. Слушаю вас. Бывает. Дела творческие. Да, я у вас вот что хотел спросить. Вы этих ребят случайно не знаете? Видели или нет? Заходят частенько. Это, кстати, очень ошибочное мнение, что джаз любят люди только средних лет и старше. У нас и молодежи много бывает. А вы, кстати, как, не любитель? Любитель чего? А, нет, пока не сложилось. Приходите как-нибудь, вдруг понравится. Спасибо за приглашение. А вчера вечером они заходили? Кажется, да. Да. Так, во сколько вы шли? Я вообще не видел, как они уходили. У нас вчера аншлаг был. За всеми не углядишь. Это вам скорее наш менеджер бы подсказал. А как его найти? Да я сам хотел бы знать. Менеджер у нас сегодня на работу не вышел. Точнее, не вышло. Это дама? Как зовут? Зоя. Зоя Васильева. Сейчас внимательно посмотрите. Секунду. Случай мне, да? Господи. Она Зоя. Петр Ширяев заявляет в полицию об исчезновении его дочери Ульяны. Друг Ульяны Максим Щербаков показывает, что они с Ульяной расстались в лесополосе по дороге из джаз-клуба 13. В лесополосе обнаружен женский труп, но это не Ульяна. Директор джаз-клуба Рогозов опознает в убитой менеджера Зою Васильеву. А знаете, что удивляет? Зоя вчера из клуба уходила не одна. А с кем видели? У нее был близкий друг, наш постоянный посетитель Всеволод Балин. Почему фамилию знаю, Зоя назнакомила. Насколько близкий друг? Ну, я, конечно, свечку не держал. Но? Ну, по-моему, это были такие отношения, романтические. Вы на каком вставании делаете такой вывод? Надо было их вместе видеть. Сидят, за ручку держатся. Вечером за ней заходил. И вчера Зоя вместе с Балином ушла. Да. На концерте его не было. Он пришел за Зоей в конце ее рабочего дня. Они попрощались со мной и ушли. В котором часу? Как обычно. Примерно около одиннадцати. Ну, дать. Чем порадуете? В общем, в лесополосе следы пропавшей Ульяны не обнаружены. Но ты не скромничай, Антон. Ты так и скажи. Вами не обнаружено. Андрей Борисович, там огромный лесопарк. Чтобы его качественно прочесать, нужен как минимум взвод и целые сутки. Тем более, откуда мы знаем? Может быть, с этой Ульяной что-нибудь произошло и за пределами этого лесочка. Ну, да. За пределами лесочка, один пень и кочка. Володя, что по убитой? Василия Зоя Сергеевна не замужем. Родители у нее живут в Хабаровске. Ну, а это, близкий друг-то у нее кто? Узнал? Угу. Да. Нашел я его. Балин Вселт Алексеевич. Врач-рентгенолог в клинике «Комплекс». Женат? У кого ж ты болеет? Да, женат, Павел Ильич. Жена Балина Камила Леонидовна. Она специалист по лечебному массажу в салоне «Здоровая спина». Смотри-ка ты. Получается, супруги эскалопы? Эскулапы. Вот-вот. Я и говорю. Очень крепкие лапы. Простите, вы позвонили, я... Я расплакался. Красивая, молодая. Вся жизнь для нее была впереди. Вселот Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Зоей? Мы? Да, в джаз-клубе. Меня как-то привлекла программа. Я пришел, мест нет. И подумал, найду менеджера, попрошу пустить в виде исключения. Ну, вот и нашел. Директор клуба сказал, что вчера вы как раз вместе с Зоей уходили? Да, в том-то и дело, что только уходили. Вышли, и мне позвонила жена. Понимаете, мы живем вместе с моим дедом. Ему 90 лет и деменция. И он иногда выходит из дома и забывает, как вернуться обратно. И что, вчера был именно такой случай? К сожалению, да. Жена побежала его искать и попросила меня присоединиться. Но, сами понимаете, дело такое, я попрощался с Зоей и побежал. А Зоя куда пошла? Домой. Она любила пешком. Ей до дома минут 15 через лес в полосу. Скажите, пожалуйста, случайно не знаете, у Зои были враги? Вы что, какие враги? Я думаю, это или сумасшедший, или наркоман на дозы не хватало. Я вообще не понимаю, у нас патрульная служба работает или нет? Насчет патрульной не знаю, но наша работает. Вы что-то хотели? Да, здравствуйте. Капитан Бубнов, Петровская РОД, Камила Леонидовна. Можем поговорить? Давайте я клиентку отпущу и поговорим. Пожалуйста, пожалуйста. А скажите, мужчин тоже массаж посещает? Еще как. У каждого второго со спиной вообще катастрофа. Если у вас тоже проблемы, приходите, скидочку сделаем. Не-не-не, я здоров. Спасибо. Все. До завтра тогда, а? Да, до завтра. Спасибо. По поводу Зои, мне муж сказал, она погибла. Ужас. Что, вы ее знали? Ну, конечно. Нас познакомили в джаз-клубе. Я, честно говоря, к джазу равнодушна. А Сева фанат. Ну, я ему иногда компанию составляла. Так вот, у всего, да какие были взаимоотношения с ней? Хорошие. Приятельские. Я знаю, что Зоя, если не было билетов, делала ему проходки. А Сева у себя в клинике принимал пациентов от Зои. Понятно. Вы вчера вместе с Тиллодом искали своего дедушка. Так что, нашли? Нашли? Ну, старость не радость. Знаете, такой умный человек был. Физикой занимался. Профессор. Ну, да. Все же от ума. Так кто из вас нашел-то? Я нашла. Сева пришел, а дед уже дома был. Не, мы его, конечно, отчитали в очередной раз. Ну, а толку? Ну, да. У меня тут к вам такой вопрос. Присядем? Ну, давайте. У меня такой вопрос. Скажите, вы все года в Зои ревновали? Ну, а к чему там ревновать? Ну, не знаю. У нее роман с соседом был. Кинокритик такой довольно-таки известный. Плотников Николай. Так вы его знаете? Ну, так. Шапош на пару раз в джаз клубе виделись. Ну, знаете, мне показалось, что вот он-то как раз-таки Зою Ксеве жутко ревновал. Шапошников. Очень была доброжелательная женщина. Не понимаю, как у кого-то могла рука на нее подняться. Скажите, а у вас-то какие были с ней взаимоотношения? Чисто добрососедские. Ну, если что мог у нее. Соли попросить или стиральный порошок. Да мы виделись-то редко. Так, ну-ка. С этого места поподробнее. Мне вот сказали, что вы часто посещали джаз клуб, где она работает. Ну, что я мне и порекомендовал этот клуб. Ну, я и дальше собираюсь туда захаживать. Потому что джаз очень люблю и сам упражняюсь немножко. Да, ну. Вчера вечером в районе 11 часов где были? Здесь, дома. Статью писал. Я же кинокритик. Вот сегодня должен колонку сдать. Сидел за компьютером. Время от времени упражнялся на саксофоне. Кстати, не хотите? Я вам сыграю. Ладно, все. Громкие инструменты. Кстати, вы знаете, что в нашей стране после двадцати трех часов шуметь нельзя? Знаю. Так я после двадцати трех и не играю. Послушайте, ну серьезно. Если вам кто-то сказал, что у нас с Зоей что-то было, то вас ввели в заплуждение. Хорошо. Ну, а если вот у вас с Зоей ничего не было, так с кем же у нее было? Я никогда этим не интересовался. Да угомонитесь вы уже! Вы куда летите? Полиция работает! Всем стоять! Угомонились я! Успокоились, отдышались! Что случилось? Да все, договориться не могут. Вы же видели их с утра. Дискуссия перешла в новую плоскость. А я прибежал разнимать, вот и прилетело. Так, давай, охрана. Разводи по разным сторонам. Шагай домой. Умывайся. Давай, давай! Сильно? Ну, прилетело. Рассечение. Все вот вы поняли, да, откуда я? Вы что, сюда пришли? Джаз послушать или, так сказать, поучаствовать в массовых мероприятиях? Да нет, мне сегодня не до джаза. А что такое? Так в итоге зачем? Да хотел забрать кое-какие вещи Зои. Там статуэтку со стола, ручки, но на память. Угу. Ясно. Так, мужики, у меня один вопрос интересует. Вчера Николай Плотников в клубе был? Нет, я не видел. Нет. Плотников заходил сразу после того, как вы с Зоей ушли. Послушайте, вы меня все-таки пустите в кабинет Зои или нет? Заходи. У нее там, кстати, аптечка есть. Здесь аптечкой не обойдешься. Я потом заеду к себе в клинику, обработаю рану. Ну что, подведем итоги дня? А что ты собрался подводить? Ульяну ни живую, ни мертвую не нашли? Ничего, алиби, понимаешь, ни Максима, ни семьи Балиных не подтвердили. Да, это точно. Камила ведь деда нашла. А Всеволод мог пойти за Зоей, прирезать и вернуться домой. Прирезать? А зачем? Ну, например, из ревности к плотнику. Так и Камила могла проделать то же самое. Под предлогом поисков деда и тоже из ревности. А дед мог вообще никуда не ходить. Мужика, деменция, пойди спроси, куда, чего, зачем. А у кинокритика что, тоже деменция? Или он банально наврал Тимуру? Так, ты куда? Пойду к плотнику, поговорю. Зачем он скрыто, что он был в этом джаз-клубе, а, вчера вечером? Вопрос. Вопрос. Привет, Мариша. Привет. Вот, зашел тебя поздравить. Это очень трогательно. Дай я тебе поцелую. Да, это еще не все. Это вот тебе подарок. Скромный, но надеюсь тебе понравится. С днем рождения. Неожиданно. Пойдем к столу. Правда? Я с удовольствием. С большим удовольствием. Как малой-то? А, он приходил недавно, поздравлял. Только обратно уехал на занятия. А, ну да. Звонил, звонил. Ага. Ну? Да. А я так додумал, Маришка, у тебя полон дом гостей. Как приятно оказаться. Батюшки, как все вкусно, как все аппетитно. Это у нас с тобой, выходит, будет ужин на двоих. Знакомьтесь, это Павел, а это Валерий. Очень приятно. Присаживайтесь. Паша, присоединяйся к нам, у нас тут все очень вкусно. Да нет, вы, пожалуй, сами жуйте. С днем рождения. Сам закрою. Николай! Есть кто дома? Николай! Николай! Уйд дома! Исчезает Ульяна Ширяева. Ее друг Максим показывает, что они расстались в лесополосе по дороге из джаз-клуба 13. В той же лесополосе обнаружен труп менеджера клуба Зои Васильевой. Подозрения падают на друга Зои Всеволода Балина, его жену Камилу и на соседа Зои Николая Плотникова. Плотников убит. Андреич, он что скажет? Что смерть наступила от удара по голове тяжелым тупым предметом. А, это каким? Кстати, может быть, вот этим саксофоном. А во сколько? Около часа назад. Ну, в восемь вечера. Так, когда я к нему пришел, дверь была открыта. И замок не взломал. Стало быть, он знал убийца в лицо. Кто такой Валерий? Во-первых, здравствуй. А во-вторых, просто мой новый знакомый. Очень вежливый. В отличие от тебя. Да, и деда твежливо работает. Чем занимается? Это допрос? Нет, отнюдь. Какая разница? А разница есть, Марина. Сядет тебе такой на шею. Я вчера видел, как уплетала. Как три дня голодный, как не в себя. Безработный, что ли? Почему безработный? Наоборот, хорошо зарабатывает. Он директор в кафе. В каком кафе? В очень приличном, сетевом. Называется Самобранка. Первый раз слышу. Где ты Самобранка в своей сети раскинула? Конкретно Валерий работает в том кафе, которое на улице Лесково. Там очень мило. И это его заслуга. Заслуженный директор, да? Ладно, Марина. Хорошего тебе дня. Счастливо. Пока. Плотников Николай Николаевич. 35 лет. Не женат. Кинокритик. Родители у него пенсионеры. Проживают во Всеволожске. Ну, критик-то он был хороший. Ну, я ознакомился немного с его творчеством. Писал прилично для нескольких изданий для бумажных и сетевых. Может, он кого-нибудь так раскритиковал, что кому-то очень сильно захотелось его убить? Да нет, вряд ли. Во всяком случае, своим пером он точно никого не убивал. Ну да. Экспертиза показала, что убили Плотникова его же саксофоном. Следов борьбы на теле не обнаружено. А был ли роман у Плотникова с Зоей? Тоже не обнаружено. Единственную ниточку и ту потеряли. Прости, Борисович. Да, слушаю. Да, майор Шапошников. А, помню. И? Точно? А сейчас вы ничего не путаете? Хорошо. Хорошо, понял. Спасибо, что позвонили. Угу. Директор джаз-клуба Александр Викторович звонил. Говорит, так переволновался после драки этих администраторов. Оно там было дело. Что? Перепутал. Все-таки Плотникова вчера в клубе не было. Ну вот, еще одна ниточка оборвалась. Ну еще сидим, петельки, крючочки. Идите ищите эту иголочку. Я имею в виду, где Плотников был вчера вечером вместо джаз-клуба. Да. Добрый день, Камила. Здравствуйте. Еще что-то случилось? Случилось. Ой, Лена, подождите, пожалуйста, три минуты. Ага, хорошо. Плотникова убили. Как убили? Вот так. Когда? Да. Вы с мужем вчера вечером в восемь часов где были? Ой, вы заняты. Извините. А дома была. С дедушкой. И, конечно, ваш дедушка ничего подтвердить не сможет. Да, это правда. У него все дни путаются. Какой удачный дедушка. Товарищ капитан, вот вы приходите второй день, оскорбляете меня, мою семью. А ведь мы ни в чем не провинились. Мы никого не убивали. И знаете, давайте в следующий раз вы будете вызывать меня по повестке. Ну что ж, договорились, Камила Леонидовна. По повестке, значит, по повестке. Вчера около восьми я здесь был, в клинике. Мне медсестра рассечение обрабатывала. Потом я поехал домой. Сел вот, Алексеевич, в джаз-клубе вы забрали личные вещи, Зоя. Что, согласитесь, необычно. Это ваше мнение, я спорить не буду. А спорить и не надо. По-моему, у вас с Зоей были не только дружеские отношения. Сейчас, извините. Извините. Да. Димон, мы нашли Ульяну. Что? В лесополосе. Я по фото узнал. Слушай, можешь отца привести на опознание? Ай, черт. Ладно, сейчас позвоню ему. Давай. Так, мне надо ехать. Но к этому разговору мы еще вернемся. Уличка. Девочка моя. Петр Дмитриевич, вы успокойтесь, пожалуйста. Найдите. Найдите, да. Мерзавца. Найдем, найдем. Обязательно найдем. Пойдемте. Отойдите, пожалуйста. Юрьич, что произошло? Дима, смотри. Девушка была задушена сзади веревкой. На шее я обнаружил ее ворсинки от этой веревки. Бедная девчонка. Она, по ходу, еще не сопротивлялась. Да еще как сопротивлялась у нее. На руках вон какие царапины. Да, с таким дедом, как в этой парочке, можно десять человек убить. И сто процент на алиби себе обеспечить. Поговорить бы вот с этим дедом. Лично. Может быть, он вообще умнее всех нас вместе взятых. Ну, я его медкарту посмотрел. Диагноз действительно есть. А ты с чем пришел-то? Мы тебя вроде как перебили. Да, вы мне с этим дедом прям всю голову заморочили. Пойду. У Ульяны и у Зои очень похожи. Может быть, убийца-то в темноте не разглядел, убил одну, а потом-то спохватился. Что делать? Убил вторую. Так, вы все про убийство? Андрей Бриш, я определил, кем были нанесены царапины на руках Ульяны. Ну, так не томи. Максиму Щербакову. Шашлык холодный. Я просил, горячий. Логично? Логично. Хочешь, сам попробуй. Директорами сюда позови. Да, извините, пожалуйста, сейчас позову. Будь добр. И кофе я заказывал. О, Валера! Вот это встреча. Ты куда побежал-то? Ты чего, родной? Извините. Валера! А ты куда, Валера? Мы с тобой где пообщались, а? Ну, стой, стой, давай пообщаемся, поговорим, познакомимся. Отпустите меня! А кто тебя держит? Я тебя не держу. Паша, Паша, ты с ума сошел? Нет, все хорошо. Господи, что случилось? Ничего, я так вот пообедать зашел, вот и все. Какое совпадение, надо же, я тоже зашла пообедать. Да, классно, рад тебя видеть. Валера, извини, я сейчас разберусь. Давай мне как обычно. Хорошо. Ей как обычно, а мне все-таки мой кофе принесите, пожалуйста. Паша! Да? Не лезь, пожалуйста, в мою личную жизнь. А кто лезет? Я? Я не лезу. Я просто, я... Я просто хочу знать, где и с кем проводит время моя... мать моего ребенка. Вот и все. Я провожу время в приличном месте с приличным человеком. Кто вот это вот, что ли? Не смеши меня. Да. В отличие от тебя. И ты мог с ним познакомиться вчера. Когда? Он же все время... когда с ним пообщаться-то можно было? Паша. Да. И при всем при этом ты мне даришь любимые духи Алины. Ты думаешь, я запах не узнала? При чем здесь Алина? Духи как духи... Духи чудесные. Ну? И открыточка в упаковке от духов тоже прекрасная. Какая открыточка? Алина тоже присоединилась к поздравлению. Ты не знал. А знаешь, Паша, мне тебя даже жаль. И передай большое спасибо Алине. О, Максим, добрый день. А куда это мы? Только ты глянь-ка, даже не поздоровался, а? Сейчас мы с ним поздороваемся. Ну давай, ползай обратно. Вот гад, а! Стой! Давай-давай, жми его, тащи! Ага-ага! Вот-вот-вот! Оп-оп-оп! Вот так вот! Так, ну-ка, руки! Руки застряну! Так, вот так, отлично! Так! Вторая, ага! Ну что, нанозался? А сейчас покатаемся. Давай, пошел! Миллиардный раз повторяем, мы с Ульяной шли за закладкой. Какой? Книжный, что ли? С наркотиком. Вот. Так и говорим. С наркотическими средствами. Это было где? В лесополосе, так? Ну да. Она там в дупле должна была быть. В дереве возле скамейки. И часто вы занимаетесь таким шопингом? Да нет. Из-за редка. Давай не развлекаемся. Дальше, дальше, по порядку. Короче, подошли туда, закладки там нет. Ну и я сгоряча решил, что эта Ульяна, ну, закладку раньше меня забрала. Я ничего не брала, это они нас обманули. Они никогда не обманывают, нафига им бизнес терять. Это ты. Думала я лох, да? Максим, как тебе не стыдно? Говори, где он? У меня ничего нет! Пусти! Мне больно! Стой! Ну и все. Больше ничего не было. Ульяна убежала, а я пошел в другую сторону. И даже не побежали за ней? Нет! Я не убивал Ульяну, честное слово. В лесополосе обнаружены два трупа. Ульяны Ширяевой и Зои Васильевой. Под подозрением находится друг Ульяны Максим Щербаков, супруги Балины и сосед Зои Николай Плотников. Плотников убит. Максим признается, что между ним и Ульяной произошла драка, но клянется, что Ульяну не убивал. Я тут, Борисыч. А это что такое? Видео с магазинной камеры рядом с домом Плотникова. Предполагаемое время его убийства. И что? Да ничего. Значит, фигуранты табунами-то не ходят? Да, не ходят. Так, ну-ка, Кузя, вот этот момент чуть-чуть отмотай и увеличь. Вот этот? Ага. Фигура. Что? Ну хорошая фигура. Не-не-не, фигура, фигура очень знакомая. И движение похоже на Камилу. И прическа та же. Иронизируете? Нет, вполне серьезно. И я серьезно. Прическа, понимаете, и очки, это, ну, это просто маскировка. Ну да. Мастер камуфляжа. Да. Какой тайминг? 20.07. О, 20.07. Проверь-ка геолокацию Камилы в это время. Ай, Тимур, а ты не заигрался? Ну, Андрей Борисович, пусть я буду неправ. Ну, пусть Плотникова убила жертвой его кинокритики. Пусть Камила сидела с этим дедушкой. Ну, для успокоения души, а? Да нет. Чего нет? Не сидела она с дедушкой, а была как раз… Где? У дома Плотникова. Ну, к тебе опять тот полицейский идет с кем-то еще. Так, иди сюда. Так, накрываешь мне ноги, делаешь массаж, им говоришь, что я на обеде, понятно? Здрасьте. Здрасьте. А Камила это где? На обеде. А, ну, хорошо. Посидим, подождем ее. Пошли. 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 Камила, ты куда? Камила, а вам не холодно? Стоять. Руки. Осторожнее, руки массажистки. О, простите, извините. Боюсь, в том месте, куда вы отправитесь, этот навок вам не понадобится. Пошли. Вот результаты экспертизы, гражданка Балина. При обыске вашей машины обнаружена ворсинка от веревки. Вот этой самой веревкой была задушена Ульяна Ширяева. Вы не стесняйтесь рассказывать. Легче станет. А вы запишете, что я чистосердечно призналась? Конечно. Конечно, запишем, если чистосердечно. Я прекрасно понимала, что у Всеволода с Зоей настоящий роман. И я очень ревновала. Он, конечно, внушал мне, что они просто друзья, и Зоя крутила роман с Плотниковым. На самом деле, у Зои с Плотниковым что было? Так вы хотите все по порядку или как? Да, да, да. Слушаю вас. Я прекрасно знала, когда Всеволод с Зоей обычно уходят из клуба. Следили за ними? Следила. Чтобы знать наверняка. В тот вечер я подготовила нож, веревку, позвонила Всеволоду и сказала, что дед пропал. А на самом деле, дед был дома. Конечно. Я когда звонила, была рядом с клубом. Всеволод убежал, а я пошла за Зоей. Ну, в лесополосе я на какое-то время потеряла ее из виду. Темно же было. А потом снова увидела. И тут я увидела, что это не Зоя. Меня сбило с толку похожее пальто с принтом. Я бежала и снова увидела это пальто. Ну и я достала нож. Зоя! Зоя! Нельзя сказать, что я совсем не верила Всеволоду. Ну, то есть я допускала, что параллельно Зоя крутила с Плотниковым. И поэтому вчера вечером пошли к нему? Да? Да, я хотела найти какие-то доказательства присутствия Зои в жизни Плотникова. Ну, там, фотографии или вещи. Я только не понимаю. Зачем? Да все очень просто, чтобы продвигать свою версию об их романе, что Плотников причастен к убийству Зои. Верно говоря. Да. Умно. Камила, это бред! И что вы хотите тут найти? Я прошел вас, уходите. Ну, как-то не очень вежливо. Невежливо? Да я сейчас полицию вызову. Ах, я понял. Это ваша парочка убила Зою. А сейчас вы хотите все повесить на меня, так? Еще прошу вас, уходите. Я не хочу сейчас это слушать. Не хочу. У меня отпорной работы. Мне нужно списать статью, пожалуйста. Держал бы Плотников свои подозрения при себе, остался бы жив. А девушка? Как ее звали бы сказали? Ульяна. Ну, о ней я сожалею. А о Зое? Ничего не шевелится тогда. Я спасала свой брак. И не самым оригинальным способом. Как сказал один классик, все убийцы похожи друг на друга. Ну, какой дождь. Привет, Паш. Здравствуй, Арина. Ты хотела еще рассказать мне спасибо? Просто огромное спасибо. Это вообще что такое было, а? Это что за подстава, а? Паш, ну это же просто шут. Ну, ты же сам сказал, что мы знакомы будут. Я решила присединиться к поздравлению. Я имел в виду совершенно… Если что, звони. Какой же ты все-таки идиот, Паша. Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал стол желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев надежд обещаний. Я головою моих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог, Пролетая над нами. Продолжение следует... Продолжение следует...